Последнее, что нам нужно сделать, это посмотреть лексический минимум к данному уроку и разминочное упражнение. Лексический минимум совсем крошечный, три слова всего, но давайте мы все-таки на эти слова глянем. Айтео, прошу. Мы уже обсуждали на самом деле, что происходит с формами этого слова, ну просто еще раз последовательно. Итак, в имперфекте этот глагол имеет форму этун, как-то даже трудновато узнать, но альфа удлинилась, это нормальное превращение в имперфекте, поэтому ее там подписалось. Это эпсилон следный глагол, поэтому эпсилон-омикран следились в дифтонху, и поэтому получилось этун. Все по правилам. В будущем времени эйте-со, эпсилон в эту удлинилась перед образующей времени, в орести э-те-со. Опять, альфа удлинилась в эту, йота подписалась, тэ, эпсилон удлинилась, и образующая времени са. И в перфекте э-те-к. Да, так как это начинается с гласной, то вместо удвоения, удлинения, и просто суффикс ка, хотя очень похоже на орести. По суффиксу вы его отличите. Мало, больше, лучше, обычно употребляется с частицей э, в значении чем. И глагол мортеврео, свидетельствую, очень правильный глагол, но э-э, да, эпсилон следный, поэтому эпсилон удлиняется перед образующими времени, но во всем остальном все легко. То есть в этом перфекте э-мартурео, ну, эпсилон, микрон следились, в будущем э-мартурео, в орести э-мартурео, в перфекте нормальное удвоение ме-мартурео, перфект действительного залога, перфект среднестрадательного залога ме-мартурео, май, сразу видите окончание, и страдательный залог ауриста э-мартурео, тэ-мартурео. Сразу же после лексического минимума данному, к этому уроку, пожалуйста, пробегитесь еще разок по всем формам перфектной действительной среднестрадательного залога, чтобы посмотреть, как они образуются, чтобы убедиться, чтобы вы их узнаете. Ну и, конечно, тренировка, домашнее задание. Давайте, если мы посмотрим с вами разминочные упражнения, ну, а остальное потом сами. Итак, первое предложение. Пе-пистэ-у-кэн эй-стон-онова. Пе-удвоение. Пистэ-у, суффикс кэн, перфект, действительного залога, это третье лицо, единственное число. Он уверовал во имя. Вообще о вере в Новом Завете довольно часто говорится в перфекте. Это вот произошел факт уверования, и вот вера все еще есть. Ну, и вот здесь один из примеров, вот веры, глагола верить в перфекте. Следующее. Те-он, удеис, хеорака. Хеорака – это перфект от хорао. Ну, хаорака, хорао – это же похоже звучат. Может быть, это поможет вам запомнить. Ну, там, в оа был корень, да, в оа выпало. Либо этот процесс запомните, либо просто само слово, либо еще что-то. Ну, чтобы вам узнавать, что хаорака – это перфект хао. Бога никто не видел. В данном случае очень трудно перевести перфект чем-то, кроме прошедшего времени совершенного вида. Хотя вот и это нетипичный, кажется, перевод для перфекта. Ну, а вот как бы Бога никто не видел, не увидит. То есть, вот, 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 как, да, если бы увидел, да, вот, увидел, вот, есть результат, вот, не увидел, вот, вот, есть. То есть, вот, не было такого факта, как видение Бога. Не было и нет, да. Ну, вот, перфектно-то подчеркнуть, что, так сказать, не было и нет. А по-русски, ну, у нас, вот, наверное, единственный вариант Бога никто не видел. Хотя, вот это подчеркивание перфектное, как толкователи, мы должны заметить. Пеплэрротай хо кайрос. Страдательный залог. От плэрролу наполняет, исполняет, да. Страдательный залог перфекта всегда легко переводить кратким страдательным причастием. Исполнено время. Да, вот, время исполнено. Ну, оно исполнилось, вот, вот, сейчас вот в состоянии полноты время находится. Время исполнено. Хотя исполнилось время, если как текст позволяет, может звучать чуть лучше. Дельта. Эго эстута гегенемай, кай эстута элэруса. Ге-ге-не-май, ге-не-нэ, видите. Будьте внимательны. Это глагол генао. Генао глагол часто путают с глаголами, там, генао-май, геноско и так далее. Но у него всегда есть две э-н, по которым генао легко распознать. Генао, да. Который он рождает. Здесь страдательный залог. Я для этого рожден. И для этого элэруса. Это перфект от э-хамай. Просто нужно запомнить. Так форму вам будет трудновато узнать. Хотя элтон, да, тоже элтон, да, тоже элтон есть. Может быть, вам как-то помогут и подсказывают. И для этого пришел. Я для этого рожден. И для этого пришел. Бе-бле-тай эстен талоса. Бле – это корень перфектный от балло. Ну, мы уже с вами с ним сталкивались. И вот так, блур, все равно видно, можно запомнить. Опять же, страдательный залог. И вы, ну, там, трудно сказать, о чем идет речь. Он, там, оно, оно. Выброшен в море. Опять же, кратким страдательным причастием. К и выброшен, выброшен, выброшен. Ну, там, урод, конечно, нужен из контекста. Но сам перевод достаточно технический прост. Выброшен в море. Вот это состояние перфектного, вырошенное. Если бы произошло действие, есть из-за этого. Выброшен в море. Как узнать, что это за слово, да, вот так, попробуйте, когда мы заучиваем айтэлл, да, вот. Вот, сходу трудно сообразить, что айтэлл у нас превратится в эти комэн. Но ай альфа удлинилась, йота подписалась, получилось с подписной йотой. Т эпсилон удлинилась в эту, ну, а суффикс, и тогда комэн. Итак, мы имеем эти, которые попросили у него. Ну, эти, которые попросили, да, вот по-русски звучит, конечно, не очень хорошо, поэтому мы имеем то, что попросили у него. Такой будет более литературный перевод. Но помните, что здесь множественное число, и для толкования каких-то контекстов множественное число может быть важно. Хо, дидаскалас, ту косму, ту ту кекретай. Кекретай, глагол крино, который в ню все время теряет в разных временах, но ке удвоение, кри от корня осталось, тай, страдательный залог, да, судить, осуждать, и в данном случае, опять же, страдательный залог осужден, с кратким причастием легко перевести. Учитель мира этого осужден. При выполнении домашних заданий вам советуют всегда помнить о значимости перфекта, и делая домашние задания, да, отдавайте себе за счет, зачем автор использовал перфект. Перфект – редкое время в Новом Завете, но вообще в греческом языке, в большинстве случаев автор обходится в настоящее время, перфект – молодец, там, если уж он избрал перфект, почти всегда это значит, что именно видовая значимость перфекта ему дана, важна для передачи нюансов смысла, обращайте на эти нюансы внимание. Ну что ж, делайте задание, благословение вам в этом. Ну и в конце всего вот такого вот большого урока хочу вас поздравить. Это был последний урок, посвященный греческим временам. Непростая тема. Реально непростая тема. Много сложностей, много подводных камней, много новой информации, сложности с основами, с морфологией, с необходимостью там узнавать все эти суффиксы и так далее, все эти процессы, с рядовой значимостью, с залоговой значимостью и так далее. Вот я понимаю, вам, наверное, до этого момента было тяжело, и этот урок мог еще и особенно напугать, но он последний, посвященный греческим временам. Мы заканчиваем на этом изучение личных форм греческих глаголов. Две трети курса у вас позади. Поздравляю! Так что, если вы добрались до суда, если вы справились с этим, если у вас это все плохо, осталось совсем немного. Да, будут не личные формы глагола, приярия части, инфинитивы и так далее. Тоже есть, конечно, свои сложности и нюансы, но это будет строиться уже на основе вот этих знаний о временах, о залогах и так далее. И с этим уже, хоть и трудновато, но в каком-то смысле легче будет справиться, если вы прервались через времена. Так что, хороший путь пройден, определенный этап позади. И, чтобы вы осознали, что вы уже изучили, да, или как-то и повторили это, в параграфе 25-22 есть основная таблица глагольных форм, где все формы собраны, все нюансы, где там превращение, где там удвоение, где там какие суффиксы, соединительные гласные, окончания и так далее. Все собрано вместе, ну полюбуйтесь на нее, может быть, она будет вас что-то доучить, про что-то сказать. Ага, да, ну это, конечно, уже знаю, но вот она основа греческих глагольных времен. Это позади, впереди еще есть некоторый путь, но уже многое существенно сделано. Хорошо? Благословения!